Ну что, наконец-то приехали мои маркеры акварельные. И сейчас я буду их тестировать. Вот такая вот коробочка пластиковая, где в таких лоточках лежат маркеры. Маркеры вот такие Maza Re-Creative. Это акварельные маркеры. С одной стороны кисть, с другой стороны лайнер. 120 штук. Мне они понравились, сразу вам скажу, за такую цену. Цена вышла примерно 12 рублей за маркер. Они немножко такие шершавые. И с одной стороны вот такая наконечная кисть. А с другой стороны вот такой лайнер. Мне не очень нужны прямо эти лайнеры. Хотя все равно я ими, нет-нет, да пользуюсь. Ну, заказала, потому что просто понравилась цена. И понравился вроде как цветовый подбор. Мне показалось, что цвета неплохо подобраны. И я, в принципе, оказалась довольна. Вот такие вот палеточки с маркерами. Они пластиковые, но все равно это удобно. Ты можешь взять нужную тебе, достать. Все достаточно удобно находится. Единственное, вытаскивать их оттуда проблематично. На корпусе ничего не написано. Никакого номера нет. Маркер, что мне не понравилось. Потому что потом мне пришлось самой нумеровать их. Так как некоторые цвета не соответствуют обложкам. Не то, чтобы совсем не соответствуют. Но очень сильно не соответствуют. Вот мы берем такой светлый маркер. Сейчас покажу вам, какой оттенок он покажет. Совершенно светлый. Это обычная бумага принтерная. Намного темнее, да, чем обложка. Но хотя бы цвет близкий. Есть вообще у нас такие чудо маркеры некоторые, где обложка и содержание, ну, совсем, скажем так, не соответствует. Вот такой телесный оттенок. И там вот такой оранжевый. Так что очень сложно судить по обложкам. Я уже сделала эти выкраски предварительно. Потому что я тут их водой размывала. И лайн использовала. И в два слоя выкрашивала. Или в три маркера. И, в принципе, цвета достаточно приятные. Неоновых всего у меня четыре цвета получилось. И то вот желтый он со временем немножко побледнел. Я их специально не вывешивала никуда на окно. Но они у меня лежали на столе. Эти выкраски. И солнце-то попадало. Поэтому не защищала я их никак от солнца. Вполне возможно, они могли выгореть. Вот так я подписала. Сначала на самих этих палеточках. Но потом решила маркировать и сами маркеры. Потому что нет, нет, достаю я целую кучу. И потом не поймешь, откуда этот цвет вообще. В принципе, они не проходят через бумагу. Только там, где я размывала водой, вот цвет прошел. И это бумага для черчения. То есть не очень плотная. Подписывала вот таким обычным перманентным маркером. Но все равно это стирается. Периодически надо эти надписи обновлять. Не знаю, может у меня маркер не очень удачный. Китайский. И не очень крепко держится. Ну, в принципе, пока мне удобно. Это, конечно, заняло время. Сейчас делаю дополнительную выкраску. Для того, чтобы сравнить цвета. То есть со временем те, которые у меня лежали, уже готовы к выкраске. Посмотрите, изменились, насколько цвета. Да, подвыгорели или побледнили. В принципе, маркеры хорошо пишут. Очень приятно. Некоторые чуть тверше почему-то наконечники. Некоторые более мягкие. Странно, вроде они одинаковые. Ну, вот так себя ведут, скажем, эти наконечники. Я довольна. Цвета яркие. Можно наслаивать. Можно размывать водой. И вот покажу цвета, которые изменились. Не так их много оказалось. Но некоторые существенно побледнили. Вот 15-й. Насколько он был яркий. Кость стала бледной. Естественно, там, где мы размывали водой, там всегда цвет немного бледнеет. Вот эти желтые. 32-й неоновый. Он вообще пропал практически. И 31-й стал намного бледнее. Потом вот 44-й цвет. Насколько он здесь яркий. Вот свежая выкраска. И здесь какой он бледный. Стал бледно-морковный. Потом еще у нас цвета. Здесь то же самое произошло. То есть цвет стал очень бледный. 51-й цвет. 54-й тоже оттенок. Вообще сменил. Стал более желтый. С бежевого. Ну, бывают такие ситуации. Что теперь сделаешь? Маркеры это недорогие. Непрофессиональные. Не знаю. Они может быть даже детские. Вот эти зеленые. Они вообще цвет поменяли. И поменяли цвет там, где они были выкрашены в два слоя. А в один слой они все поменяли свой изначальный цвет. Стали какие-то более голубо-зеленые вместо салатовых. Так что если захотите оставить такой цвет, надо делать в два слоя. Ну и вот этот цвет тоже побледнел. 120-й. В принципе, для такого количества маркеров косяков немного. Что приступим к рисованию? Рисовать я, естественно, стала новогодние открытки. В последнее время я понесла на иллюстрации какие-то. И вот решила таких кроликов, которые в разных новогодних ситуациях находятся, рисовать. Рисовала на акварельной бумаге. Где-то я подмываю заготовку, где-то не подмываю. Еще, конечно, я в процессе тестирования. И что-то где-то у меня не получилось изначально сделать. Потом я уже больше приспособилась к материалу. И стало лучше им работать. Это просто кисть с резервуаром. И я подмываю границы. И получается очень красивая акварельная растяжка. Вообще, вот делаю я просто рисунок карандашом. Потом клячкой вымакиваю цвет карандаша, чтобы он был бледный-бледный. Тонким лайном эта двойка обвожу. Потом уже работаю с рисунком. И вот на этой последней картинке больше всего мне понравилось, как она получилась. Потому что уже как-то лучше я с фоном поработала. Я поняла, что не надо все закрашивать. А надо делать пятнышки потом. Когда размываешь, белые места как бы покрываются цветом. И красивый получается ровный фон. Поначалу кажется, он все равно пятнистый. Но пока высохнет цвет, вот примерно, видите, что у меня получилось. Также я работала с елочками. Тоже беру два оттенка. Где-то вообще не закрашиваю. Где хочу, чтобы светлые места остались. И потом вот этой кистью с резервуаром. Ну, можете обычно взять кисть, намочить ее. Я, значит, подмываю маркерные штриховки. В принципе, удобно. Мне понравился последний рисунок. Мне показался он самый уже удачный. Потому что более-менее набила руку. Более-менее поняла, как работать с этим материалом. Но еще, конечно, на практике еще больше я смогу понять, как и где мне лучше сделать. Потому что страдал я у нас. Во-первых, рисунках у меня очень страдала глубина. Где-то все было слишком темное, там, где вдали. Или где-то перетемнила я. Или где-то еще что-то не так сделала. Ну, потому что материал, когда новый, ты не совсем понимаешь, как им работать. Больше всего у меня получилось здесь добиться нужного мне эффекта. Здесь я, допустим, взяла светлым красным и ввела. Оставив белые пятнышки. Потом все намочила. И потом лайн темным красным обводила только там, где тень у нас. И благодаря тому, что еще бумага была влажная, этот лайн как бы растекся на всю ягодку. И получились очень такие аппетитные ягодки у нас. Ну, вот что у меня получилось в итоге. С этой картинки она самая удачная. Потому что последняя уже тут мне нравится фон. И вот эти деревья как бы вдалеке. Они хорошо получились. Потому что другие картинки мне там кое-что не нравится. Хотя здесь, может быть, получше надо было поработать со снегом. Слишком он у меня синий получился. Здесь вот этот дальний план. Мне и фон не очень нравится. И вот эти елки на заднем плане. Их надо было сделать светлее. Но я их пыталась исправить. Ничего не получилось. То есть, или надо гуашью их закрашивать. Ну, то есть, чтобы что-то исправить. А здесь тоже неплохо получилось. Но мне здесь не нравится небо. Слишком какое-то зеленое. Ну, слишком плотно я положила цвет. Уже как бы на более поздних рисунках у меня лучше получалось. Ну, здесь сам рисунок подкачал. Там какой-то такой дикий лес. Я нарисовала кучу деревьев. И слишком затемнило, конечно, рисунок. Но это все пробные работки. Я все равно довольна. Такая вот коллекция зайчиков у меня получилась. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Спасибо. Пока-пока.